Поговорим теперь о более простых, но не менее важных темах. Защитники животных добились наконец-таки своего. Теперь в магазинах Лос-Анджелеса нельзя будет купить изделия из меха и кожи. Евгения Воскобойникова расскажет об этой инициативе. Кстати, первой в истории. Женя, прошу тебя. Да, спасибо, Никита. Действительно, городской совет Уэст-Голливуда, это небольшой город, который входит в агломерацию Лос-Анджелеса, запретил продажу из натуральной кожи и меха. И постановление, которого давно так требовали экологи, вступит в силу в сентябре 2013 года. Местные защитники животных гордятся тем, что именно их город является первым в истории, кто официально запретил продажу меха. В итоге под запрет попадает любая одежда, которая изготовлена полностью или частично из шкуры, или кожи животного, его волос, шерсти или меха. Но по непонятным причинам сделали исключение для изделий из кожи и шерсти овец. Они в итоге под запрет не попадают. Недовольными остается не только любительницы купить новую шубку, но и местные ритейлеры. По данным экспертов, почти половина из 200 магазинов одежды в городе торгуют именно меховыми изделиями. Оборот каждого из них, каждого из магазинов, приблизительно 2 миллиона долларов в год. Ну, кстати, власти штата оказались не очень последовательны в части отношения к животным. Ранее суд Лос-Анджелеса, рассмотрев жалобу одного из жителей, потребовал власти, местные власти, внести поправки в законы. Они касаются громкого лая собак. Хозяин за слишком долгое гавкание своего питомца обязан платить штраф в размере до 1000 долларов. Ну, непонятно, на какие еще уступки пойдут местные власти и какие еще поправки в закон они могут внести. Никита. Спасибо большое. Евгения Воскобойникова с последними инициативами американских защитников прав живого. Продолжение следует...